здравствуйте дорогие зрители и слушателей дюба почему зрители надеюсь понятно слушатели на первых порах этот канал можно просто слушать никакого никаких красивых картинок поначалу не будет просто потому что не умею еще надеюсь со временем научусь тогда об этом и сообщу дополнительно и так сегодняшнее событие посвящено появлению на ютюбе канала наша жизнь почему наша жизнь надеюсь понятно ночь я еще собственно все что происходит вокруг нас все что происходит с нами это наша жизнь допустим кто-то из вас сейчас смотрит этот ролик и в той или иной степени в дальнейшем будет согласен с тем что я говорю или наоборот активно захочется возражать но это тоже получится какой-то скажем коммуникация что ли и соответственно я войду в чью-то жизнь кто-то войдет в мою причем не не первый не второй об этом могут и не подозревать даже теперь хочу сразу объяснить чтобы потом к этому не возвращаться в начале ролика вы видели сменяющиеся флаги и название на трех языках наша жизнь наше жить то и он зарлевы это это моя жизнь так получилось что по жизни мне довелось быть гражданином трех стран естественно ссср флаг которого надеюсь все узнали и поэтому надпись на русском языке который в советском союзе был государственным потом республики беларусь и бело-красно-белый флаг это то с чего она собственно началась независимая на карте европы и мира появилась республика беларусь под бело-красно-белым флагом и с гербом погони этот герб был на моем первом паспорте гражданина республики беларусь и этот флаг тоже 1 первых четыре года являлся государственным флагом в данном случае учитывая события последнего года бело-красно-белый флаг или как сейчас его чаще называют бело-червоно-белый или сокращенно бчб это не политика это чистая геральдика то есть то есть с точки зрения геральдики цвета этого флага означают для тех кто понимает очень многое в отличие от нынешнего белорусского флага который часто и я в том числе называем закат над болотом то есть этот флаг с точки зрения геральдики не означает ничего то есть просто ну пустое место или этот флаг по значению это одинаково а вот шарфик на моей лише это уже политика когда-то когда еще нельзя было нигде купить такую вещь я попросил жену чтобы она мне его связал ну и последний флаг в том перечне и соответственно надпись это уже германия гражданином которые последние годы я являюсь значит в дальнейшем на канале я планирую размещать ролики двух видов двух двух тематик если хотите это будет будут немецкие вторники соответственно выходящие по вторникам и субботние истории опять же понятно что по субботам что касается немецких вторников в в этих роликах я планирую рассказывать об обычной жизни в германии той которую большинство подавляющее большинство живущих за ее пределами фактически не знают я долгие годы можно сказать даже десятилетия пытался где-то скажем пробить эту тему в каких-то печатных или электронных сми будь то россия украина беларусь или иные страны как казалось их руководству хозяевам спонсорам не знаю кому еще это было неинтересно и я я же глубоко убежден что обычному человеку даже просто как информация к размышлению потому что те кто проезжает в германию туристами они видят строго отредактированную и во времени по местам парадную что ли картинку то что им хотят показать те кто приезжают в гости к родственникам или по делам бизнеса на достаточно долгий срок видят немножко другую картинку но тоже она в какой-то степени относится к реальной жизни в этой стране но именно но только в какой-то и степень это очень и очень небольшая поэтому я планирую и буду надеюсь рассказывать жизни не только иммигрантов хотя естественно в большей степени иммигрантов здесь есть масса интересных скажем сведений но вообще об обычной жизни жителей германии не могу сказать граждан граждане здесь далеко не вну не далеко не все но допустим как минимум от трети до половины живущих здесь выходцев из турции немецкого гражданства не имеют либо не получают даже те из них которые родились в германии по самым разным обстоятельствам кому-то это гражданство просто не дается но в общем в общем обычная жизнь в обычной германии что касается субботних историй слова история в данном случае в моем представлении будет выступать что ли в двух значениях собственная история которая по мнению александра невзорова никак не наука и я с ним скорее согласен чем нет ну и истории как рассказы краткие сюжеты из жизни нынешней прошлой мое видение каких-то исторических событий событий происходивших в том же бывшем ссср или еще где-то в разные годы то есть история истории в самом широком значении этого русского слова и возвращаясь скажем технической стороне вопроса еще раз повторюсь что пока только осваиваю этот сервис и соответственно снятие обработку видео поэтому каких-то спецэффектов картинок на начальном этапе не будет у меня нету не ни даши не васи как у юлии латыниной нету команды помощников как у александра невзорова нету штата редакции как в одноименном ютуб канале алексея пивоварова поэтому все сам ну может быть иногда если не с помощью кого-то из ценовей то хотя бы с их советами чтобы научиться самому делать эти видео более зрелищными более привлекательными что ли хотя все равно в основе будет слово в данном случае мое вслед за пивовару могу повторить мнение сугубо субъективное в определенной степени циничное это уже кивок в сторону невзорова и однозначно правдивая но так как я его как я эти события и прочее как я это вижу как я это воспринимаю насколько это скажем имеет отношение к моей нашей с вами жизни и заключение еще одна вещь которую я скажу дважды два раза первый и последний подписывайтесь на этот канал думаю что не пожалеете ставьте лайки ставьте дизлайки комментируете комментируете в комментарии буду заходить и обещаю что на большую часть из них за исключением откровенно хамских или провокационных постараюсь ответить насколько позволит собственно время состояние здоровья и прочее объективные не очень причины вот на этом собственно да и рубрика это событие возможно тоже будет если мне когда-то захочется ли я посчитаю необходимым рассказать о чем-то что произошел в мире произошло в германии в беларуси но неважно где то есть действительно когда это будет событие ну и как говорят в последние полтора года и даже пишут здесь в германии причем в том числе и в официальных письмах оставайтесь здоровы и до следующих встреч